Здравствуйте, уважаемые коллеги! Благодарю за предоставленную возможность участвовать на таком большом онкологическом форуме. Мы хотели бы рассказать про наши данные, про тема, которая является логенной трансплантацией стволовых клеток у детей с различными вариантами мелодиспластического синдрома. Мелодиспластический синдром у детей – это гетерогенная группа клональных заболеваний, отличающихся друг от друга по патогенетическому ландшафту, в основе которой находится поражение гемопоэтической стволовой клетки, как следствие наследственной предисположенности, особенно у детей и молодых взрослых, а также соматических мутаций различных генов или эпигенетической регуляции, в том числе индуцированных нарушением микроокружения, иммунной системы противоопухолевого надзора, сопровождающихся высоким риском трансформации в острый мелобластный ликоз. Данное определение было сформировано Борисом Владимировичем Афанасьевым, как и в свою очередь в СССР была выполнена первая публикация, посвященная милодиспластическому синдрому у детей. На данной схеме хорошо представлена взаимосвязь синдрома в костномозговой недостаточности у детей, где видно клональную эволюцию. В настоящее время мы видим изменения в патогенезе мелодиспластического синдрома у детей и молодых взрослых, что у детей основную часть имеют предрасполагающие гены. И с годами это тоже отражено на схемах. Здесь мы также еще раз отмечаем, что мелодиспластический синдром у взрослых чаще дебютирует в пожилом возрасте, у детей это связано с генами-предиспозиционами. И разрешите остановиться более подробно на особенностях проявления мелодиспластического синдрома у детей и взрослых. У детей крайне редко встречается данное заболевание. Преобладает генетическая предисположенность, как я уже и говорила, у взрослых. Чаще встречается рефракторная анемия с кольцевыми сидоробразными. У детей достаточно крайне редкая история. И более часто встречаются в детском возрасте гипопластические варианты мелодиспластического синдрома. У детей доминирует в цитогенетических изменениях моносомия седьмой хромосомы. И, например, у детей часто встречается мутация, ассоциирована с врожденными синдромом мозговой недостаточности. У взрослых часть сплассинговой мутации. И главная цель у детей – это полное излечение. К сожалению, у взрослых это зачастую носит палеотивный характер. Хотелось бы представить яркие такие картинки, где отражен генетический спектр мутаций, характерных для милодиспластического синдрома. И еще раз взаимосвязь различных синдромов и различные заболевания при синдромах костно-мозговой недостаточности. Большой спектр генов, ответственных за предрасположенность. Большая группа фанков генов, мутации ревосомальных белков, гатто-мутации, мутации, связанные с семейными вариантами милоспластического синдрома и другие. Как было уже известно и показано в большом количестве мировых исследований, что аллогенная трансплантация должна быть обязательным этапом лечения у детей с милодиспластическим синдромом. Здесь представили несколько исследований. Одно исследование турецких наших коллег. У детей с ювенильным миломоносторным лейкозом показано, что аллогенная трансплантация необходима. И без ее проведения результаты, к сожалению, очень нерадостные. Также большое исследование европейской группы EVOC МДС для пациентов с рефракторной анемией с избытком бластов, рефракторной анемией с избытком бластов в стадии трансформации. Результаты кривых выживаемости после трансплантации порядка 60-50%. В наше исследование входило 77 пациентов. Спектр заболеваний был рефракторная цитопения у 15 пациентов, милоспластический синдром с продвинутыми стадиями у 41 пациента и ювенильный миломоносторный лейкоз у 21 пациента. Всем проводилось цитокинетическое исследование, и результаты были разделены на две группы. Группа высокого риска, туда входили комплексные поломки, моносомия, седьмой хромосомы, моносомный кариотип. И группа низкого риска, это нормальный кариотип, и другие цитогенетические аберрации. Остановлюсь более подробно на характеристике группы. 77 человек, мальчики преобладали над девочками, медиана возраста составила 7 лет. Мы в данном исследовании оценивали процент бластов в костном мозге перед аллогенной трансплантацией. У 50% было нормальное количество бластов, у 40% от 5 до 19% был диапазон. Большинство пациентов получали терапию до аллогенной трансплантации в зависимости от заболевания. Также мы оценивали уровень ферритина перед трансплантацией, и медиана времени от постановки диагноза до проведения аллогенной трансплантации было 11 месяцев. Режимы кондиционирования, милоблативный и немилоблативный, режим кондиционирования примерно в одинаковом количестве. Мы проводили трансплантацию от полностью совместимого родственного донора, полностью совместимого неродственного донора и частично совместимого неродственного донора. Преобладали трансплантацией от неродственно совместимых доноров. В профилактике реакции трансплантат против хозяина циклоспорин-содержащие и токролимус-содержащие препараты. Медиана по CD34 клеток составила больше 5 миллионов. Полдонора преобладали мужчины в качестве донора, и медиана возраста донора составила 30 лет. В качестве источника у всех превалировал костный мозг. Результаты аллогенной трансплантации в общей группе пациентов с милоспластическим синдромом составила 48,5%. Если говорить по отдельным заболеваниям, то при рефракторной степени детского возраста это 67%, при рефракторной анемии с избытком пластов 55%, и при ювенильном миломонстарном лейкозе 36%. Мы решили разделить небольшой наш доклад на маленькие части и разделить в зависимости от диагноза. У пациентов с рефракторной цитопенией детского возраста режимы кондиционирования, результаты были сопоставимы, и значимое влияние на общую выживаемость оказал уровень ферритина. Возраст на момент постановки диагноза и клеточность трансплантата, что говорит нам о том, что при низком уровне ферритина мы видим более лучшие результаты. Если говорить о результатах у детей с милоспластическим синдромом в продвинутых стадиях, то факторы, значимые улучшающие результаты были цитогенетические изменения, уровень бластов в костном мозге перед аллогенной трансплантацией и общая выживаемость в зависимости от постановки диагноза до трансплантации. Время решало роль во влиянии на результаты данной методики. Общая выживаемость в группе пациентов, которые получили трансплантацию до 9 месяцев составила 65%. Рецидивы и клеточность трансплантата также значимо влияли на результаты аллогенной трансплантации, и реакция трансплантат против хозяина, острая реакция трансплантат против хозяина тоже оказала свое влияние. И пациенты, у которых мы видели развитие острой реакции трансплантат против хозяина первой и второй степени, имели более благоприятные результаты. При многофакторном анализе оказали свое влияние только ацетогенетические изменения и время от постановки диагноза до аллогенной трансплантации. Перейдем к группе самой, наверное, сложной для данной нозологии. Это ювенильный меломонцитарный ликоз. Кратко представлена характеристика молекулярно-генетических особенностей данной группы. Превалировали пациенты с мутацией ПТПН-11, общая выживаемость в группе составляла 35%, и свое влияние оказали приживление и острый реакция трансплантата против хозяина. Основной из проблем в данной когорте пациентов является неприживление, и, соответственно, мы видим результаты намного более радужные у пациентов, кто достиг приживления, общая выживаемость в этой группе составляет 73%. Как и говорилось, неприживление остается одной из главных проблем, и дальнейшая опция для нас – это повторная аллогенная трансплантация у данной группы. Она достаточно частая не только у нас, но и во всем мире. У нас было выполнено 6 повторных трансплантаций, половина из них была с первичным неприживлением, а половина с вторичным отторжением. Во всех случаях была смена донора, и общая выживаемость в этой группе составляет уже 25%. Хотелось бы оставляться еще на общей группе и оценке факторов, влияющих на общую выживаемость для всей группы пациентов с милоспластическим синдромом. Это были факторы приживления трансплантата, уровень ферритина, реакции трансплантат против хозяина и цитогенетические изменения. И мы видим, что при многофакторном анализе достоверно влиял возраст донора, клеточность трансплантата и факт приживления. При оценке трансплантационной летальности мы видим факторы, снижающие трансплантационную летальность. Это сроки аллогенной трансплантации, использование костного мозга в качестве источника трансплантата и уровень ферритина меньше 846 микролитров в литре. При оценке осложнений после аллогенной трансплантации в зависимости от интенсивности режима кондиционирования значимых различий между милоаблативными и немилоаблативными режимами кондиционирования не видно. И в заключении хотелось бы сказать, что аллогенная трансплантация – это единственный эффективный метод терапии, направлен на полное излечение пациентов с милоспластическим синдромом и милопролиферативными заболеваниями у детей. Определяющими факторами при выполнении аллогенной трансплантации является время от постановки диагноза до трансплантации, уровень бласта в костном мозге на момент трансплантации, генетические изменения группы высокого риска, а также признаки перегрузки железом. Острая реакция трансплантат против хозяина первой и второй степени у детей сопровождается более высокой общей выживания, что может быть связано с выраженностью реакции трансплантат против лейкозы. Использование режимов кондиционирования милой и немилой плотиных показало равнозначную эффективность при данном методе лечения. Хотелось бы поблагодарить в первую очередь нашего учителя Бориса Владимировича Афанасьева, основателя данной нозологии в России, всех наших коллег за участие и помощь в лечении наших пациентов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok